Когда молодой политик Эммануэль Макрон стал президентом Пятой Республики, было очевидно, что ему предстоит выдержать серьезное давление со стороны мировых лидеров и французских политиков, оппонентов и единомышленников, с ней простых сограждан. Но вряд ли он предполагал, что удар может быть нанесен, как говорится, с тыла. Во Франции за ее пределами активно обсуждают личную жизнь главы государства, причем в свете его сексуальной ориентации. Страсти вокруг дела Бенала не утихает в стране несколько недель. Скандал начался с публикации видео, на котором какой-то мужчина в полицейской форме избивает демонстрантов во время митинга в Париже. Выяснилось, что запечатленный советник по безопасности президента республики, который на тот момент был замглавой администрации Эммануэля Макрона Александр Бенала, несмотря на то, что глава государства буквально через пару дней взял на себя ответственность за произошедшее, фактическое покрывательство своего сотрудника не осталось незамеченным. Бенала лишь на две недели отстранили от работы, чтобы затем перевести на новую должность. Обыватели и эксперты обратили внимание и на то, что скандальный герой в свои 26 лет имеет чересчур большую зарплату, машину со спецсигналом, квартиру и звание подполковника. На сегодняшний день Бенала не работает советником Макрона, а его делом занимается прокуратура и специальная комиссия парламента. Нокаус страстей таков, что законодатели даже выносили на голосование вопрос о вотуме доверия правительству. Благодаря большинству партии Макрона Кабмин не был отправлен в отставку. Однако дело Бенала укнулось главе Франции, причем самым неожиданным образом. Еще когда скандал был в зародыши, нынешнему президенту припоминали его стремительный взлет на политический Олимп. Его биографию стали разбирать под микроскопом и на этом фоне появились сообщения о нетрадиционной сексуальной ориентации Макрона и его любовной связи с Бенала. Дошло до того, что французский лидер был вынужден публично опровергнуть это, кстати, делает он это не впервые, в ходе предвыборной кампании тоже приходилось отбрыкиваться от приписываемого байфренда. Проблема в том, что Макрону не верят. Говорят, что из-за отрицания и вопрос не в сексуальной ориентации главы Пятой Республики, граждане, которые очень толерантно относятся к геям. Большинство французов верны традиционным семейным ценностям и вряд ли Макрон был бы выбран президентом, совершил он каминг-аут. Именно поэтому он шел на выборы как добропорядочный семьянин, что позволило привлечь и часть женского электората, сейчас население страны, голосовавший за него, чувствует себя обманутым. Если выяснится, что его брак – лишь ширма, это нанесет мощный удар по его репутации, отмечает взгляд, возможная ложь может стоить политику не только не переизбрания в 2022 году, но и нынешней должности. Не исключено, что гей-бомба под Макроном взорвется уже после того, как он покинет пост главы государства, это был бы, наверное, лучший для французского стеблишмента сценарий. Если президента страны разоблачат раньше, правящая политическая элита может не перенести этого и карты в руки получит Марин Ле Пен. А такого развития событий власти придержащие хотят меньше всего. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...